Так уж сложились обстоятельства, что появлением фальшивых купер уже мало кого удивишь. Нет-нет, да где-нибудь, а всплывут. А вот поймать фальшивомонетчика с поличным не так уж и просто. Как оказалось, далеко не все торговые точки снабжены аппаратами по выявлению поддельных банкнот. В небольших торговых точках, к сожалению, мы до сих пор пытаемся добиться установки этого оборудования во всех торговых точках. Но не все торговые организации следуют нашим советам. Если брать крупные торговые сети, где большой поток народа, кассиры иногда просто допускают ошибки, не проверяют поддельные купюры. Некоторые кассиры, есть случаи, когда вообще просто не знают, как работать с данным оборудованием. В большинстве случаев фальшивые купюры обнаруживаются уже в банке. Тем самым задача установить лицо, осуществившее сбыт, значительно усложняется. В большинстве своем купюры обнаруживаются у нас в банках и в учреждениях. После того, как магазин, торговая точка, иная организация формирует выручку и сдаёт её вместе с инкассацией. В банке с использованием высококачественного оборудования осуществляется проверка купюры. Ну и, соответственно, выявляется поддельная купюра. Данное обстоятельство сильно усложняет нам работу, потому что мы лишаемся практически возможности работать по горячим следам. Обнаружение купюр в банке, как правило, происходит на следующий день, бывает через день. И, соответственно, мы уже при работе с торговой точки меняется смена продавцов. То есть уже гораздо сложнее установить лицо, которое осуществил сбыт. Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции призывают продавцов-кассиров к бдительности. При обнаружении фальшивой купюры необходимо отвлечь внимание преступника и сообщить в полицию. Как можно отвлечь? Под предлогом отсутствия сдачи. Сходить в подсобное помещение, надо разменять или что-то ещё. Если есть кнопка экстренного вызова полиции, значит, надо нажать эту кнопку после того, как вы уходите под предлогом размен. Что ещё может быть? Человек просит приобрести вот ему товар, вот такой-такой. То есть можно пояснить, что товар находится на витрине, значит, давайте я схожу, принесу со склада, под предлогом того, что там срок истекает или что-то ещё. Если преступник уже ушёл, необходимо постараться запомнить его приметы – национальность, цвет волос, возможные шрамы или татуировки. Само собой, если будет известен номер машины, то найти злоумышленника будет намного проще. Елена Петрова, Александр Сидоров, Новости 24, Муром.